и взаимодействовать в будущем. Буду рад сотрудничеству. I think ministers' questions. Let us start with Russia Today channel. Thank you, Nasr Hassan, Russia Today. Сергей Викторович, what was the prospect? Thank you very much. We have clearly stated that the use of the force against demonstrators will seriously raise the perspective of cooperation with the Ukrainian crisis. As regards the reaction of the West, we have been able to reach the West of the West very long, many months. We have been able to reach the West of the West, the West, the West, the West, the West, the West, the West. We have been able to reach the borderline, we have been able to reach the�s, we have been able to reach the transition from the borderline, which happened on 22 February. We have been able to reach the response to the agreement on the Canadian border. We have been able to reach the distance from the borderline, this time for the borderline and the borderline. Просили высказаться о том, что они думают о партии Свобода, чьи парламентарии в Верховной Раде выступали с откровенных русофобских, антисемитских, экстремистских позиций, называли русский язык языком оккупантов, призывали расстреливать носителей русского языка, призывали лишать гражданства за участие в протестных акциях на юге и на востоке и судить за федерализм, за призывы к федерализму. Просили мы наших партнеров и высказаться по поводу абсолютно незаконного разгона Верховной Рады и Конституционного Суда, по поводу выходок молодчиков правого сектора, которые сорвали проведение съезда судей. Судебная власть – это один из символов, как я понимаю, правового государства. Ну и вот теперь мы попросили их высказать, давно уже просим, с самого начала протестов на юго-востоке, просим высказать свое отношение к ним. И попросили определиться, что они думают по поводу решения применить силу для пресечения этих протестов, в том числе с использованием армии против собственного населения. Не слышим мы никакой реакции, слышим только призывы к России прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины, как будто украинский народ не может, не в состоянии и не способен к протестам, когда его права ущемляются. Ну и безусловно, не мешает вспомнить, как насилие на Майдане, которое завершилось десятками и десятками жертв, называли демократией, а мирные протесты, которые сейчас проходят на юго-востоке, называют терроризмом и объявляют об использовании армии для проведения так называемой антитеррористической операции. Лицемерие просто зашкаливает. И я очень рассчитываю, что все-таки мы услышим честную, внятную реакцию наших западных партнеров без каких-либо двойных стандартных. И без попыток свалить из больной головы на здоровую, обвинять Россию и не видеть глубинные причины тех протестов, которые сейчас прорвались наружу, потому что русские, русскоязычные на юге и на востоке ощутили себя преданными теми властями, которые говорили о свободах, равных правах всех украинцев, и пальцем не пошевелили для того, чтобы начать вменяемый диалог с юго-востоком. До тех пор, пока юго-восток не заявил о том, что он не будет мириться с таким положением. Только в последние дни какие-то действия стали предпринимать из Киева, но эти действия тут же были смазаны решением, о котором вы меня спросили, решением применить силу в полном объеме, включая армейские подразделения. Это крайне опасное развитие событий, и те, кто поощряет нынешние власти в Киеве к такому поведению, должны в полной мере понести за это ответственность. Спасибо. Пожалуйста, агентство «Блумберг». Сергей Викторович, Илья Архипов, агентство «Блумберг». Хотел продолжить все-таки тему Украины. Очень там все активно и драматично развивается, ситуация на востоке ухудшается. Что Россия планирует делать в этой ситуации? Что станет тем условием, при котором Россия решит все-таки вмешаться военным образом, силовым образом? Есть ли сейчас представители российских силов и структур на территории Востока Украины? Подтверждаются ли данные российской стороной о задержанных сотрудниках ФСБ и ГРУ, о которых говорит Киев? И в то же время инициатива о проведении всеукраинского референдума о статусе госустройства Украины, о котором сегодня сказал Турчинов, 25 мая вместе с выборами. Вот такое предложение Турчиновой является ли позитивным каким-то развитием на фоне всеобщего кризиса? Спасибо. Все вопросы у вас? Все. Спасибо. То, что мы делаем, это хорошо известно. Мы в последние дни, с тех пор, как украинские деятели, которых назначила Верховная Рада, стали вслух грозить ультиматумами и применением силы, мы настоятельно требовали от наших западных партнеров, прежде всего американцев, урезонить этих деятелей и не допустить подобного сценария. Мы вчера провели чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН, где на основе заявлений Министерства иностранных дел от 13 апреля принципиально поставили вопрос о неприемлемости потакания игре мускулами, потребовали прекратить подобную деятельность, и сегодня будем проводить специальные заседания ООН по безопасности и сотрудничеству в Европе. Параллельно хотим понять, что же все-таки на самом деле предпринимают наши западные коллеги, хотим в частности понять, что означают сообщения о срочном визите в Киев директора Центрального разведного управления США, господина Бреннана, пока нам объяснений не предоставили, которые были бы вразумительные. Что касается ваших гипотетических вопросов о том, что должно произойти для военного вмешательства, я даже не буду спекулировать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, это противоречит нашим интересам. Там нет наших агентов, ни ГРУ, ни ФСБ. Нас упрекали в том, что это не так. Несколько раз Джон Керри мне об этом говорил, Дэщица мне об этом говорил, что они кого-то там арестовали. Я ему сказал в субботу, если вы кого-то арестовали, предъявите. Они почему-то этого не делают. Вот сейчас говорят, что если будет четырехсторонняя встреча, мы там все предъявим. Ну, значит, им нужен скандал на четырехсторонней встрече, и значит, у них какие-то там откуда-то надерганные квазифакты. Если факты есть, не надо стесняться их предъявлять. Если стесняетесь предъявлять, значит, фактов у вас нет. Здесь разговор очень простой. Поэтому еще раз подтверждаю, что не в интересах России дестабилизировать ситуацию на Украине, а в интересах России, чтобы Украина была единой, и чтобы на Украине все без исключения национальные, этнические группы, все без исключения регионы чувствовали себя в своей стране. Гражданами равноправными, а не людьми второго сорта, которые вынуждены ежедневно выслушивать оскорбления и переносить издевательства со стороны неонацистов, которые прорвались к власти в качестве одного из участников коалиции. Вот что отвечает российским интересам. Целостная, единая, дружественная нам, братская Украина, граждане которой спокойно существуют, живут в своей стране, пользуясь всеми правами и имея возможность без каких-либо проблем общаться со своими соседями по другую сторону границы. Что касается, да, и достичь этого, конечно же, можно только через глубокую конституционную реформу, в которой должны на равноправной основе участвовать все, без исключения политические силы и все, без исключения регионы Украины, на равноправной основе. Я пока еще не знаю деталей того референдума, который объявлен на 25 мая о статусе государства. Ведь очень важно то, что будет выноситься на референдум. Я уже имел возможность комментировать ситуацию с подготовкой новой конституции. Ею занимается некая группа или комиссия, созданная в Верховной Раде, о работе которой мало чего известно, если сказать мягко. Я, например, вообще не знаю, о чем там идет речь. И наши коллеги на Юго-Востоке, судя по их требованиям, также не в курсе, чем занимается эта группа или эта комиссия. Если идет речь о том, чтобы слепить, извините за грубое слово, некий текст внутри Верховной Рады, без участия регионов, и потом вынести его на референдум, то, наверное, это не отвечает критериям, о которых мы говорим, о которых говорят на Юго-Востоке, и мы поддерживаем позицию Юго-Востока. А эти критерии состоят в том, чтобы их пригласили к непосредственному составлению текста Конституции, а не просто к общенародному обсуждению уже чего-то, что подготовили за их спиной, как это было в Советском Союзе, когда выносилось на всенародное обсуждение то, что уже было предрешено. Если украинские власти, наконец, прозрели и объявят в начале подлинного конституционного процесса, пригласив туда всех, о таком я сказал, все политические силы и все регионы Украины, без исключения, скажут, вот давайте каждый заявит свои интересы, и на этой основе мы будем искать общий знаменатель, и вот тогда у нас получится Конституция, которая действительно объединяет и обеспечивает интересы всех украинцев. Это другое дело. Но у меня почему-то подозрение, что об этом те, кто захватил власть в Киеве, пока не думают. Но до них нужно донести безальтернативность такого подхода, и именно поэтому мы видим справедливый характер тех протестов, которые сейчас происходят на Юго-Вострове. Спасибо. Телеканал «Альма-Идин», пожалуйста. Артем Лавричок, телеканал «Альма-Идин», Ливан. Вопрос российскому министру. Сергей Викторович, как Вы можете прокомментировать тот факт, что Запад в очередной раз игнорирует применение химического оружия террористами в Сирии, в то время как правительство Сирийской Арабской Республики продолжает добросовестно выполнять свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Спасибо. Да, нас встревожили сообщения о том, что вновь были применены химические вещества. Есть даже несколько жертв. Мы считаем, что любые сообщения, любые факты, связанные с применением химического оружия или его компонентов, должны незамедлительно расследоваться, как об этом решился от безопасности ООН. При этом особую ответственность мы возлагаем на спонсоров экстремистской оппозиции, которая не оставила своих попыток сорвать процесс химического разоружения в Сирии, в том числе для того, чтобы попытаться создать еще один предлог для требований о военной интервенции, а то и для того, чтобы завладеть химическим оружием или его компонентами для террористической деятельности. Есть резолюция 21-18, которая принял сайт безопасности ООН по российско-американской инициативе. Она принята консенсусом, и она требует не допустить попадания химического оружия или его компонентов в руки негосударственных субъектов, прежде всего, конечно же, речь идет о террористах и экстремистах. И подчеркнуто, что особую ответственность несут прежде всего соседние из Сирии страны, которые обязаны не допускать использования своей территории вот в таких недобросовестных целях. Мы будем добиваться строгого выполнения этих решений Совета безопасности ООН. Спасибо. Давайте последний вопрос. Телеканал ТВ-центр. Прошу. Павел Инокуров, телекомендант ТВ-центр. Снова, Сергей Витальевич, к Украине вернемся. Вот в последнее время все чаще жители нашей страны, граждан Российской Федерации, в том числе и журналистов, в частности нашего телеканала, не пускают на Украину, в том числе и работать. Какие меры может наше государство, наша власть применить для того, чтобы урегулировать эту ситуацию? В принципе, Венская конвенция о дипломатических сношениях позволяет каждому участвующему в ней государству закрывать въезд любому гражданину третьей страны без объяснения причин. Это практика. Но то, что сейчас происходит на Украине, конечно, показывает, что ситуация явно приобретает абсолютно ненормальный характер. И мы привлекаем внимание к этой ненормальной ситуации и мировой общественности, наших западных партнеров. Задействуем, конечно же, возможности и журналистского сообщества. И вы сами об этом активно пишите. Я считаю, так и надо делать. Поставили эти вопросы в ООН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тем более, что в ОБСЕ существует такой институт, как специальный представитель по свободе средств массовой информации. Она, эта представительница, уже сделал несколько соответствующих заявлений. Но пока результата не видно. И мы продолжаем сталкиваться с теми случаями, о которых вы говорите. Но это вот, возвращаясь к первому вопросу, какая реакция Запада? Нет никакой реакции Запада. Западные страны молчат. Все, что делают киевские власти, как это когда-то было с господином Саакашвили, все воспринимается как норма. Все, кто этим властям пытается перечить, в ответ на творимое ими бесчинство и беззаконие, рассматриваются как подрывающий демократический процесс на Украине. Двойной стандарт налицо. Откровенные лицемерии тоже налицо. Но мы к этому должны привыкать. Спасибо. Благодарю. Благодарю.